ну и под финал попробую все-таки поменять стекло потому что я подумал неплохо бы раз уже заикнулся про замену стекла взять его и поменять для начала нам нужно само стекло готовим а потом смотрим я обнаружил что оказывается очень легко у нас стекло меняется оказывается вот этот вот элемент сверху вот этот полосочка да ну сейчас попробую ближе сделать чтобы вы увидели вот это вот оказывается это резина если нам с ней аккуратно работать то у нас это дело вообще очень просто и легко поменяется даже спирт не нужно вот теперь видны стали царапки по-моему из-за которых я это все дело хочу поменять ну и что мы делаем первое отгибаем резинку как это делается вот проводим и отклоняем и мы видим сразу пластик так вот между этим пластиком и стеклом нам нужно просто сунуть нож блин что мне так неудобно с этой стороны сделать вот блин нифига без спирта не хочет еще нож сложился вот и просто ждем отгибаем и ждем лишь бы только не лопнуло тихо тихо отклеиваем видим надеюсь да что он пошел а оно пошло только бы не лопнуло самое интересное что на этой стадии туда даже нельзя спирт лить потому что в камеру попадете то есть можно по идее туда что-то подсунуть нет насчет твердое чтоб туда подсунуть то такое что-то упругое продолжить дальше протаскивание предмета короче нужно позаботиться видимо что у вас были какие пластиковые карточки лишь на такой под под рукой всегда о нашел сейчас такая фигня у меня есть неудобно но если у вас есть просто пластик то это конечно будет лучше вот и когда отодрали эту часть начинаем тихо продвигаться дальше и дальше чем у вас лучше клей тем сложнее вам это будет сделать я клеил сам на совесть поэтому клеивается тоже с трудом ну вот в общем то тихо тихо ой промазал тихо тихо давлю блин опять по ходу не в кадре было короче по кругу проводил где ножом где пластмасской тихо тихо давим тянем тянем давим должно отклеиться какой бы клей хороший не был есть все я победил это у меня кстати на двухстороннем скотче версия если у вас дело на клею то по моему будет еще проще потому что двухсторонний скотч тут на самом деле ядерной ну а теперь осталось что зачищать главное в камеру ничего не кинуть в одну из них причем пофигу низ на не помню в какую во вторую нельзя кидать 2 очень важная потому что здесь одна камера замеряет только грубо говоря расстояние до объектов вторая реально камера является и все снимает поэтому попрошу работать супер внимательно не ткнуть в нее ничего в нее не бросить и спиртом сейчас тоже опасно можно систему залить так что спирте в данной ситуации не рекомендую так одна есть осталась еще одна клекса ну а дальше кто на что гораздо тот на то и клеит чем менее герметичный или надежный клей тем меньше будет защита от воды каждый для себя решается какую защиту он хочет сделать если вам пофиг вообще на все можете так оставить камера думаю будет снимать вообще просто шикарно в таком режиме проверка вообще идеально сейчас яркости добавлю я понял что вам все плохо видно потому что яркости нет во как она шикарно сейчас все это видит ну в общем все теперь осталось нанести клей ну и соответственно приклеить новое стекло я лично буду использовать как вы видите 8000 ну а вообще каждый сам решает для себя кто что хочет миссия такова ни капельки клея не внести туда где камера миссия такова Продолжение следует... И постараться сделать герметичные очки такие, чтобы при размазывании клей создал абсолютно герметичный контур. Конечно, если вам нужна водонепроницаемость, если вам водонепроницаемость не нужна, можете этого не делать. Решайте вам. Я попробую сделать все-таки водонепроницаемое соединение. Если кто не увидел, показываю увеличенно. Вот так, я надеюсь, оно размажется при придавливании стекла. И все будет хорошо. Теперь берем само стеклышко. Так она вообще симметрична. Но зад от переда отличается. Сейчас вот на задней поверхности буква Д, на переде вот так вот все красиво блестит, глянцево. Ну и теперь банально кладем стекло на его посадочное место. И тихонько придавливаем. Тихонько, в смысле, чтобы не разбить, и чтобы клей никуда лишний не повылазил. Чтобы он разровнялся, и все. И такой метод, на мой взгляд, лучше, чем то, что толщину клей не имеет. Как его придавили, так и будет. Соответственно, что? Правильно. Соответственно, у нас толщина стекла будет меньше, и бортик больше. Как вы видите, уже некая защита появляется. От того, что мы посадили глубже, чем было. Но защита, к сожалению, небольшая. Поэтому все равно некую защиту я бы делал. У кого есть вот такая штучка, можно ее приклеить. Я свое расколол. Поэтому я ее клеить уже не буду. Я буду носить его в бампере. А может быть, все-таки от мебели резиночки сюда приклею. Ну, в общем, все. Стекло заменено. Сложности не вызвало. Осталось дождаться, пока оно полностью засохнет. И можно начинать пользоваться любыми методами. А пока надо пользоваться очень аккуратно. Ну, и опять же, если вам пофиг, что телефон станет еще толще, очень рекомендую пользоваться бампером. Вот она, дополнительная защита стеклокамеры. Ну, еще раз проверка камеры, что она работает. Сейчас мусоренок сфоткаем. Работает. Фокус оказался не тут, а вот на этой. Ну, не важно. Фокус есть? Есть. Перенастраивается ли фокус? Опа. Ты что, приклеилась? Сейчас покажу. Пожалуйста. Что-то я не заметил, чтобы он вдаль перенастраился. Ну-ка. А, все. Очень короткая разница. Не видно на глаз, как он двигается. Все. Стеклокамера заменена. Телефон фотографирует опять, как и должен. Так что, всем пока. Спасибо за внимание. Очередная замена деталей корпуса BlackVib V9500. Про, плюс, не про, неважно. Всем пока.